Всем привет, подписчики! С вами я, Обычный Сухарик, и сегодня я сделаю обзор игры Растения против зомби. Добро пожаловать в Зомбурбию. Да, знаю, обзор должен выйти долгим, так что не будем задерживать, смотрим трейлер. Добро пожаловать в Зомбурбию. Что я могу сказать и по игре? Игра уже доступна в Google Play и App Store. Можно ее скачать в четырех странах, и в России она тоже будет работать. Если у тебя будет включен VPN и DNS настройки. Что у нас с растениями? Я буду говорить о тех растениях, которые попали в игру и используются на уровнях. Первые два растения это бунгчой и холодный грохострел. Дальше капуста пульта, бамбуковое изделие, кабачок, грохострел, перец, подсолнух, орех и электрокамыш. Дальше, что у нас по плюсам игры? У нас, к сожалению, всего лишь один плюс. Это графика. Что удивительно, графика качественная. Как будто разработчики потратили весь бюджет именно на графику. А теперь приступаем к плюсам. И у нас, к сожалению, их много. Первое, что я хочу отметить, это контент и сколько его? 7 часов и 150 уровней. Но вы скажете, почему я запихнула именно сюда? Да потому что уровни однообразные. Как будто разработчики потратили свое драгоценное время и копировали уровни. Просто изменяя тематику и все. А вам знакомая вот эта менюшка? Так вот, это же знакомая вам игра Gardenscapes. Может, у кого-то, у родителей, мамы, папы даже стоит эта игра. Дальше. Это способности. Перец, холодный перец и вишневая бомба. С ними можно только пройти несколько уровней. Есть сложность в игре? Нет. Ее можно спокойно пройти и все. Дальше. Что у нас о билдах, можно сказать? У нас было три билда. Первое. Это горизонтальный билд. Второе. Похожий на билд, который я сейчас снимаю обзор. И билды, которые я сейчас снимаю обзор. Первый билд сделан ужасно, а два остальных хорошо. Зачем доить франшизу? Электроник Арс. Так подумали. Может, мы сделаем третью часть ПВЗ? Потому что у нас же вторая часть хайпанула же. С хорошей графикой, но с множеством минусов. Дальше. Донат. Донат, донат, донат. Ну, во второй ПВЗ, да, можно было купить и растения, и всякие улучшалки, монеты, гемы. А в третьей ПВЗ можно просто было купить и монеты, и способности. Все. И что последнее хочу рассказать про минусы, это то, что графика раньше была очень ужасной, что в ранних билдах очень-очень хромала графика. А сейчас и электроник Арс ее подкачали. Можно было к плюсам поднести, но я ленивая жопа. Дальше. А, у меня сценарий закончился. Ну, ладно. Заканчиваю это видео. Спасибо за просмотр. Надеюсь, что ты поставишь лайк и подпишешься на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.